Добавляем нам 8 глава с 31 по 32 стихи. Давайте прочитаем их вместе в слух. Готовы? Читаем. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Итак, в прошлый раз мы пришли к выводу, и я с полным правом могу сказать, что Бог за меня. Скажите, Бог за меня. А теперь давайте поставим ударение на каждое слово. Повторяйте за мной и скажите, Бог за меня. 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 Да. Каждому верующему следует знать, без тени сомнения, Бог на вашей стороне. Бог живет во мне. Он за меня, а не против. Он не подвергает меня испытаниям за то, что я сделал или не сделал. Он не злится на меня и не изливает на меня свой гнев. Бог обещал больше никогда не гневаться на вас. После того, как Иисус претерпел такие страдания, Бог обещает больше никогда не гневаться на нас. Бог оставил меня. Он меня больше не любит. Его никогда нет рядом. Нет, нет, нет. В послании к евреям Бог сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя. Не бывать этому. Я никогда этого не сделаю». Почему Он это сказал? И как Он мог такое сказать? Потому что, когда Иисус висел на кресте и сказал, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он оставил Иисуса, чтобы никогда не оставлять вас. Слава Богу. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог на вашей стороне. Аминь. Скажите, «Бог за меня». Как я уже говорил, я не обещаю, что у вас не будет проблем и что они никогда не возникнут. Но я гарантирую вам, благодаря крови Иисуса, как только они возникнут, Бог тут же примется за их решение. Бог сделает все, чтобы разрешить вашу ситуацию. Он не будет сидеть и спокойно смотреть, как вы тонете. Бог за вас. Господи, я это заслужил. Не смейте так думать. Друзья, вот что я вам скажу. Вы до сих пор не получили по заслугам благодаря крови Иисуса. Горе нам, если мы получим по заслугам, и только благодаря милости и благости Божьей мы до сих пор не получили по заслугам, потому что Он на вашей стороне. Бог на моей стороне. Правда приятно осознавать, просыпаясь поутру, что Бог на моей стороне. Что бы ни случилось, Бог на вашей стороне. Какие бы счета ни пришли в почтовый ящик, Бог на вашей стороне. Что бы ни показал рентген, Бог на вашей стороне. Если вы с женой опять поссорились, Бог на вашей стороне. Послушайте, вы никогда не лишитесь того, что вам принадлежит. Слава Богу! Бог на вашей стороне. Скажите, Бог на моей стороне. Я доведу себя до состояния перманентного счастья. Это только начало. Бог на моей стороне. Итак, дальше. Мы остановились на 32 стихе. Здесь сказано, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего?» В прошлый раз мы говорили о том, как Бог узнал, что Авраам любит Его, потому что Он не пожалел Своего Сына. Он пожертвовал единственным Сыном, Своим любимым Сыном. Он отдал Его и не пожалел Своего Сына для Бога. На что Бог сказал, «Теперь я знаю, что Ты почитаешь Меня, ходишь в благоговении предо Мной. Я знаю, что Ты любишь Меня». Возникает вопрос, откуда мы знаем, что Бог любит нас, потому что Он не пожалел Своего единственного любимого Сына, чтобы я на всю жизнь запомнил, что Бог любит меня, потому что Он не пожалел Своего Сына ради меня. Представьте, что вам придется обменять своего ребенка на убийцу или на того, кто совершил ужасное преступление. Это представляется весьма затруднительным. И все же Бог не пожалел Своего единственного Сына. Он сказал, «Я даю вам самое ценное, что есть на небесах, а вместе с Ним и все остальное». Не то, чтобы Он дал нам Иисуса, а значит, теперь Он может дать нам преуспевание, исцеление. Нет-нет. Он говорит, «Я дал вам Иисуса, и вместе с Ним вы получили исцеление, мудрость и освобождение». В прошлый раз мы говорили о том, что Иисус — это комплексное решение. Вы понимаете, о чем я? Когда я принимаю Иисуса, остальное входит в комплект. Иисус — мое исцеление. Он — мое освобождение. Иисус — мое терпение. Он — моя праведность, моя мудрость. Он — все для меня. Правда, хорошо, когда в церкви есть Иисус? Он — это все для меня. Слава Богу. Вы скажете, «Я живу по принципу «помоги себе сам». Нет, я живу по принципу «да поможет мне Бог». Вы понимаете, что я хочу сказать? «Да поможет мне Бог». Глуп тот человек, который надеется на себя. Я не надеюсь на свои силы. Я надеюсь на Иисуса. Слава Богу. Я взываю к Нему, когда мне плохо. Я полагаюсь на Него, когда не знаю, что мне делать. Если я позабыл, все библейские стихи я применяю имя Иисуса всякий раз, когда не знаю, где это написано. Друзья, это вовсе не сложно, когда я сижу и не знаю, чем оплатить счета и где взять деньги. Иисус — мой источник финансирования. Он — мое упование. Аминь. Скажите, Он — мое упование. Он любит меня. Поэтому у меня все хорошо. Потому что Иисус — это все для меня. Бог не пожалел Своего Сына, но отдал Его за меня. А вместе с Ним Он дарует мне все необходимое. И Иисус — это все для меня. Кто-то должен написать об этом песню, если он это сделает. И Иисус — это все для меня. Слава Богу. Я готов кричать об этом. И Иисус — это все для меня. Знаете, к чему это ведет? Это заставляет вас... Ну, как это было? Дай Бог памяти. Теперь, вместо того, чтобы добиваться и требовать, вы учитесь принимать. Вы меня слышите? Мы так долго пытались чего-то достичь, что нам в пору научиться принимать. Слава Богу. После всего, что Бог для нас сделал, потому что любит нас, мы можем, наконец, принять, а не добиваться, когда мы изо всех сил пытались добиться того, что Иисус уже сделал, вместо того, чтобы принять то, что Иисус уже совершил. Вы должны понимать, что наша праведность не является следствием наших достижений. Моя праведность — это следствие того, что совершил Иисус. Когда я вижу, на что пошел Иисус ради того, чтобы я мог стать праведностью Божьей через веру в Иисуса Христа, я понимаю, насколько сильно Бог любит меня, что дал мне дар праведности. Я его не заслужил и не заработал, но из любви ко мне он пришел и сказал, «Где умножается грех, там призабилует благодать». «А что я сделал?» Ровным счетом ничего. Я поверил в это, принял это. И он сказал, «Я даю тебе этот дар, потому что я благ, а вовсе не потому, что это ты такой хороший. Я благ, аллилуйя». Когда мы это поймем, потому что я заметил, что у тех, кто знает, что он возлюблен Богом, начинают происходить чудеса. «Чудеса и знамения последуют за нами, за людьми, которые знают, что возлюблены Богом, кто сознает, что возлюблен Богом. И чем больше вы проникаетесь в Божьей любовью, тем более победоноснее становится ваша жизнь». Вы меня слышите? Чем больше вы проникаетесь в Божьей любовью, тем успешнее становится ваша жизнь. Итак, кроме того, что мы прочитали Ефесянам, третью главу, где говорится о том, что мы должны быть укоренены и утверждены. В чем? В понимании. Бог любит меня. В осознании того, что я Его возлюбленный. Укорениться в этом, утвердиться в этом, взять это за основу. Настолько, что можно написать свое имя на песке, и вода смоет его, но если написать его в цементе и дать высохнуть, оно затвердеет. Я говорю о ситуациях, когда я утвержден в Божьей любви, когда ваши мысли и слова, что бы ни случилось, тут же обращаются к источнику силы, которая поможет выпутаться из этой ситуации, выбраться из этой ямы. Подлинный источник нашей силы заключается в понимании, что Бог любит меня, поэтому я не задержусь в тяготах надолго. Повернитесь к соседу и скажите, «Я выберусь». Теперь в другую сторону и скажите, «Я выбрался». Кроме того, мы прочитали Римлянам 5.5 и узнали, что впервые Дух Святой упоминается в послании к Римлянам в одной связи с любовью. Дух Святой хочет, чтобы мы познали не любовь к силе, но силу Его любви. И первое, что Дух Святой хочет утвердить в нашем сердце, это то, что Бог любит нас. Подумайте об этом. Первое, что Дух Святой хочет утвердить в нашем сердце, что Бог любит нас. Затем мы говорили о четырех основополагающих истинных способных разоблачить дьявольские уловки в отношении Божьей любви и придать вам уверенности в том, что Бог любит вас. И в первую очередь, все, что делает дьявол, направлено на то, чтобы лишить вас осознания того, что Бог любит вас. Мне вспоминается рассказ одной женщины о том, как она просила Бога исцелить ее от экземы. Она говорила, что, что только не делала, постоянно твердила, ранами его исцелена, и вскоре довела это до автоматизма. В конце концов, она поняла, что делает это чисто механически, без понимания того, что Бог любит ее. Она замолчала, подумала и сказала, ранами его исцелена, потому что я знаю, он любит меня. Он любит меня, и ранами его я исцелена. И тут же была исцелена. Что-то в этом есть, когда ты знаешь, что Бог любит тебя, что приводит в действие твою веру. С другой стороны, когда я не верю, что Бог любит меня, это не позволяет моей вере функционировать, делает ее неэффективной. Очень важно, чтобы мы, будучи верующими людьми, умели правильно себя позиционировать, чтобы не дать ничему, что с нами происходит, поставить под сомнение ту любовь, которую Бог явил нам. чтобы мы усомнились в том, что Он любит нас. Итак, все, что делает дьявол, направлено на то, чтобы лишить нас осознания этой любви. Второе, дьявол безоружен против того, кто знает, что любим Богом. Ему нечего противопоставить тем, кто знает, что возлюблен Богом. Только вдумайтесь, подумайте об этом, друзья мои. Дьявол придумал хитроумный план, чтобы уничтожить вас. Как вдруг выясняется, что у вас есть откровение о Божьей любви к вам? Он бессилен. Третье, о чем мы упоминали, это искушение. Оно не действует на человека, который знает, что он Божий возлюбленный. Оно не сработает, если тот, на кого оно направлено, знает, что он Божий возлюбленный. Это Матфея 3,17, когда голос неба возвестил, «Се есть сын мой возлюбленный». Аллилуйя. «Се есть сын мой возлюбленный». Дьявол воспользовался этим в 4 главе, говоря, «Если ты сын Божий, если ты сын Божий, а куда подевался возлюбленный?» Он знает, что когда я пойму, что возлюблен Богом, искушение не подействует. «Аминь». Скажите, «Я Божий возлюбленный». Итак, давайте откроем послание к Галатам 3 главу. Галатам 3 глава. Послушайте. Да, я готов этим делиться. Слава Богу. Благословен Господь. Спасибо Иисусу. Аллилуйя. Галатам 3 глава. Итак, смотрите. В 13 стихе написано, «Христос искупил в прошедшем времени нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, давайте вкратце вспомним основы. Как мы уже знаем, благословение — это предрасположенность к успеху во всех сферах жизни. Благословение — это не дом и не машина. Благословение — это склонность или способность иметь успех во всех сферах жизни. дом и машина — это следствие благословения. Понимаете? Природа Божьего благословения отличается от его результатов. Итак, благословение — это предрасположенность к успеху во всех сферах жизни. Тогда как проклятие — прямо противоположное. Проклятие — это склонность к неудаче. Приведу пример. Рене купил дом. Его дом сгорел. Рене переехал к Шектану. Дом Шектана сгорел. Рене и Шектан переехали к третьему другу. И дом этого друга сгорел. Кто из вас уже догадался, что с Рене что-то не то? Это понятно. Итак, предрасположенность к неудаче. Другими словами, когда проклятие действует в вашей жизни, у вас ничего не получается. Все валится из рук. Послушайте меня внимательно. Для чего Богу понадобилось освобождать нас от проклятия? Вспомните историю Валаама и Валака. Помните, когда этот прорицатель взобрался на вершину горы и попытался проклясть Израиль? Но всякий раз, когда он это делал, он благословлял его. Потом он решил забраться повыше, повторил свою попытку и снова благословил их. царь разозлился и сказал, «Я плачу не за то, чтобы ты их благословлял. Я нанял тебя, чтобы ты их проклял». Он решил забраться на самую высокую гору и снова благословил их. В результате он признал, что нельзя проклясть то, что Бог благословил. Нельзя проклясть то, что Бог благословил. Нельзя проклясть то, что Бог благословил Если колдун Вуду произнесет на нас проклятие, мы его не принимаем Если предсказательница с крустальным шаром произнесет на нас проклятие Попросите ее замолчать, все равно у нее ничего не выйдет Мы это не принимаем Мы благословлены Но зачем же Бог обратил проклятие в благословение? Друзья, послушайте Потому что Он любит нас Он любит нас Он любит нас А сейчас я задам вам пару вопросов И мы отправимся в небольшое путешествие Послушайте меня внимательно Может ли верующий, который освободился от проклятия Пережить проклятие Я задал вопрос Да Я наблюдаю это каждый день Я каждый день встречаю верующих, которые освободились от проклятия Живущих под проклятием Это расстраивает Они свободны от проклятия А может ли верующий Послушайте Может ли верующий быть проклят Богом? Нет Нет Откуда-то пошло мнение, что Бог проклянет нас После того, как Он нас благословил Друзья, это неправда Бог не будет проклинать то, что Он благословил Можно ли одновременно находиться здесь и где-то еще? Либо здесь Либо там Не бывает такого, чтобы сегодня я был благословлен, а завтра проклят Вы уж определитесь Нельзя быть одновременно проклятым и благословленным Давайте определимся Если я получил новое рождение, я праведность Божья Давайте мы все вместе скажем Я благословлен Хорошо, а теперь давайте вернемся к первому вопросу Как же так получается, что я постоянно встречаю тех, кто благословлен Богом, живущих под проклятием? Откройте притчи 26 главу Притчи 26 глава Не знаю, как раньше, но сейчас, когда вы получили новое рождение, вы можете платить по счетам Вот видите, вас обманули Я заметил, что после того, как я сказал, что вы можете платить по счетам Некоторые из вас начали бормотать Ну что-то, типа, ну да, ну да, какие-то шустрые Вы прямо как мой отец Однажды отец Тэффи пришел в церковь А у нас есть такой момент, когда мы молимся друг за друга Тэффи повернулась к отцу, а он посмотрел на нее и сказал «Просто пожелай мне удачи» Многие верующие поступают аналогичным образом Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали, что я собираюсь сказать Очень важно, чтобы вы это уловили Послушайте, дьявол не может обратить Божье благословение в проклятие Возможно, вы испытываете определенные трудности Но не забывайте, что в будущем Бог избавит вас от этих трудностей Возможно, вам кажется, что вы в ловушке Но не торопитесь с выводами Не торопитесь Евреям также казалось, что они в ловушке А Бог раздедил Красное море А? Кажется, что Мария все выдумала Говорят, когда сомневаешься Кажется, что уже ничего не получится Не смотрите на то, что кажется Пригласите своих врагов понаблюдать за вами Потому что скоро все изменится Я пророчествую вам во имя Иисуса Что даже если ваше нынешнее положение не похоже на благословение Скоро все изменится Скоро все изменится Скажите, «Я благословлен» Скажите, «Я благословлен» О, Иисус О, Иисус Небольшое отступление Ученые исследовали слюну И пришли к выводу Что если человек злится, переживает депрессию, чем-то расстроен Его слюна выделяет химические вещества Ухудшающие состояние здоровья В то же время у тех, кто счастлив Полон радости, оптимизма Происходят обратные процессы Его слюна выделяет химические вещества Улучшающие здоровье Что я хочу этим сказать Если я вас сейчас плюну А я счастливый человек Кому-то только что повезло Притча 26 глава Итак, смотрите Проклятие Давайте разберемся С первого стиха «Как снег летом И дождь во время жатвы Так честь неприлично глупому Как воробей вспорхнет Как ласточка улетит Так незаслуженное проклятие не сбудется Незаслуженное проклятие Проклятие без причины Не сбудется Много лет я пытался понять При чем здесь птицы И почему он начал с птиц Много лет это не давало мне покоя Как воробей вспорхнет Как ласточка улетит Так незаслуженное проклятие Не сбудется В конце концов Я решил разобраться с птицами И попытаться понять Какое отношение они имеют к тому Что незаслуженное проклятие не сбудется Давайте разберемся Откройте Матфея 10 главу Матфея 10 глава В 10 главе Матфея нас интересует 29 стих Матфея 10, 29 Кто нашел, скажите «Аминь» Итак, здесь сказано «Ни две ли малые птицы Продаются за осарий И ни одна из них Не упадет на землю Без воли отца вашего У вас же и волосы на голове Все сочтены Не бойтесь же Вы лучше многих малых птиц Обратите внимание В 29 стихе он пишет «Ни две ли малые птицы Продаются за осарий» Это очень дешево За один цент Можно купить пару птиц И ни одна из них Не упадет на землю без воли Или без ведома отца вашего Получается, что Бог Обращает внимание И знает обо всем Что случилось с воробьем Независимо от того Какими дешевыми Они нам не представляются Смотрите 30 стих У вас же и волосы на голове Все сочтены Он говорит Не бойтесь же Вы лучше или дороже Многих малых птиц Вы дороже многих малых птиц Вы дороже многих малых птиц Если Бог заботится о птицах Он говорит Вы намного дороже Отсюда я делаю вывод Что если я намного дороже Значит Обо мне позаботиться Правильно? Итак, откройте 12 главу Луки Луки 12 глава 6 стих Луки 12 Оссария Вы получаете в два раза больше И еще одну бесплатно За два оссария Я остановился на этом Чтобы показать вам Их дешевизну Смотрите Он говорит Что несмотря на это Ни одна из них не забыта Не осталась Без попечения у Бога Ни одна из этих маленьких птичек Не забыта Не осталась Без попечения Бог заботится о дешевых птицах Ага Седьмой стих А у вас даже волосы на голове Сосчитаны А у вас даже волосы на голове Посмотрите на это А у вас даже волосы на голове Сосчитаны Не бойтесь и не тревожьтесь Вы дороже стаи птиц Послушайте Что Бог вам говорит Он говорит Я забочусь о птицах Не взирая на цену Я знаю о них все Он говорит Не бойтесь Я знаю о вас все Я знаю сколько волос у вас на голове А если у вас их нет Я и это знаю Программа создана Благодаря финансовой поддержке друзей И партнеров служения Крефла Доллара Добро пожаловать на проповедь доктора Крефла Доллара Луки 12 глава Шестой стих Луки 12.6 Здесь сказано Не пятли малых птиц Продаются за два осария И ни одна из них не забытого Бога Пять птиц за два осария Это значит Как мы только что прочитали Что за осарий можно было купить пару птиц Тогда как за два осария вы получаете в два раза больше еще одну бесплатно За два осария Я остановился на этом, чтобы показать вам их дешевизну Итак, смотрите Он говорит Несмотря на это Ни одна из них не забыта Не осталась без попечения у Бога Ни одна из этих дешевых птиц не забыта Не осталась без попечения Бог заботится о дешевых птицах Седьмой стих А у вас даже волосы на голове сосчитаны А у вас даже волосы на голове Посмотрите на это А у вас даже волосы на голове сосчитаны Не бойтесь и не тревожьтесь Вы дороже стаи птиц Послушайте, что Бог говорит вам Он говорит Я забочусь о птицах Несмотря на их стоимость Я знаю о них все Он говорит Не бойтесь Я знаю о вас все Я знаю, сколько волос у вас на голове А если у вас их нет Я и это знаю Бог знает о вас все Он знает Что вы носите парик Бог знает, что подделка А что нет Если вы носите парик Скрывая остатки волос Бог все равно знает Сколько настоящих волос у вас на голове Потому что он знает о вас все Вы меня слышите? Он знает о вас все Слышите? Что здесь говорится? Иисус сказал, что если человек Испытывает на себе действие проклятия Причина кроется в том Что он утратил осознание Божьей любви Он позволил себе Разувериться в том, что Бог любит его Бог любит именно вас Будто вы единственный человек на земле Проклятие не пристанет ко мне Если я каждый день живу С осознанием того, что Бог любит меня Оно может стучаться в двери Но не сможет пристать к вам Потому что вы знаете, что Бог любит вас В тот момент, когда вам захотелось выкурить очередную сигарету Задумайтесь о том, что Божья любовь Принесла вам свободу от курения И все, что от вас требуется Это понять Точно так же, как Бог заботится о птицах Он заботится обо мне Я больше не хочу к этому возвращаться Проклятие без причины не сбудется Не навлекайте на себя проклятие Мы не верим в то, что Бог любит вас Скажите, Бог любит меня Бог любит меня, и я это знаю Еще раз, Бог любит меня, и я это знаю Проклятие не сможет пристать к вам Вы не дадите Ему это сделать, зная, что Бог любит вас Когда вам начинает казаться, что скоро у вас закончатся деньги или еще что-то Твердо верьте, что Бог любит вас И бедность или что-то подобное вам не грозит Вот почему я уверен, что вы можете платить по счетам Когда вы держите в руках счета И не знаете, чем вы будете платить Тут же напоминайте себе, Бог любит меня И проклятие не подступится к вам Как поет М.С. Хаммер Не трогай меня О, Иисус Вы понимаете, о чем я? Проблемы придут и обрушатся, как снег на голову В попытке представить все так, будто Слово Божье не является истиной От вас потребуется, в разгар трудностей Находясь в эпицентре огненной печи, осознать Три еврейских мальчика были уверены, что Бог любит их И выдержали испытания огнем, зная, что четвертый человек непременно придет Друзья, послушайте Вы также можете пройти сквозь огонь, будучи уверены в том, что Бог любит вас Он всегда рядом Вы можете посадить меня в клетку со львами А Бог превратить львов в котят Аллилуйя Потому что Он любит меня Не навлекайте на себя проклятие своей забывчивостью И не верим в то, что Бог любит вас Бог любит вас Он любит меня Помогает мне сохранить мир и спокойствие В то время, как я прохожу через это Вы меня слышите? Глядя на вас, люди будут говорить Не знаю, как ты это делаешь Не знаю, как ты с этим справляешься На что вы скажете Бог любит меня Как ты можешь сохранить спокойствие в этой ситуации? Бог любит меня Будь я на твоем месте, я бы сошел с ума Но я не ты Бог любит меня Нет, ты не понимаешь Будь я на твоем месте, я бы взял пистолет И хорошенько задал тому парню Как он со мной обошелся А все потому, что ты не веришь, что Бог любит тебя И пытаешься компенсировать эту свою неуверенность в Божьей любви Но когда ты знаешь, что Бог любит тебя Тебе не придется хвататься за пистолет Потому что Бог любит тебя Часто мы видим себя так Бог любит меня И он с тобой разберется Лучше отстань Бог любит меня Он тебя покарает Не связывайся со мной Лучше не связывайся со мной, а то умрешь Я все сказал, Бог любит меня Нет, нет Вы должны понимать, что Бог любит и вас И вас, и других людей Просто вы можете этим воспользоваться Так как поверили в то, что Бог любит вас А они нет Поймите, Иисус пришел спасти весь мир от греха Вы получили преимущество, когда поверили в это Так же и с любовью Бог любит всех людей Тогда как я верой принимаю Буквально присваиваю Его любовь в себе И мир Божий вселяется в мое сердце И я пребываю в совершенном покое И теперь я спокоен Слава Богу И не страдаю различными расстройствами Из-за бессонницы Слава Богу Раньше я пачками пил снотворное, чтобы уснуть О, Боже мой Когда просыпаешься, и кто-то интересуется у тебя Как дела? О, если бы вы только знали, через что я прохожу И долго вы еще будете через это проходить? Как та женщина, которая страдала от лишнего веса Я не могла похудеть из-за ребенка А сколько лет ребенку? Тридцать пять Хорошо Давайте продолжим Возьмем пример с птиц Откройте Матфея 6, 26 Матфея 6, 26 Только посмотрите на это 26 стих Здесь сказано «Взгляните на птиц небесных Они не сеют Не жнут Не собирают житницы И Отец ваш небесный питает их Вы не гораздо ли лучше их? Обратите внимание Бог кормит птиц А знаете, почему мы лишены такой заботы? Знаете, почему? Потому что мы беспокоимся Мы переживаем Озабочены тем Что, возможно, сегодня Бог любит меня не так сильно Как на прошлой неделе Птицы так не делают Вы заметили, что каждое утро, когда вы просыпаетесь Птицы уже едят И незаметно, чтобы хоть одна из них Выказывала беспокойство О, Господи Что мы будем есть? Мы намного дороже птиц Но, едва проснувшись Мы беспокоимся Вместо того, чтобы довериться Богу По примеру птиц Вы скажете «Пастор, я хочу этого, но не знаю Как разорваться между тем, что я верю Что принимаю И тем, что есть на самом деле» Возьмите пример с птиц Что они делают? Поют Ну хорошо, птицы поют А мне-то о чем петь? Пойте о его любви Пойте о его любви В моей жизни случались серьезные трудности Когда я усвоил ценность пения о Божьей любви Кто-то скажет Пойте, что в голову придет «Нет, я пел конкретно о Божьей любви» Спросите «Какую песню?» В зависимости от ситуации Чаще всего мне приходилось придумывать на ходу Понимаете, о чем я? Я сочинял что-то на ходу «Он любит меня, любит меня, да, Он любит меня, Он любит меня, да, Он любит меня, да, Он любит меня, да, Он любит меня, да, да, Он любит меня, Иисус любит меня» А потом я заводил свою любимую песню «Любит мой Иисус меня». Это твердо я знаю. Причем ритм песни был обусловлен серьезностью проблемы. Иисус любит меня, Он любит меня, Он любит меня. Я знаю, Он любит меня, Иисус любит меня. Иисус любит меня, да, Он любит меня, да, Он любит меня, меня любит Он. И я продолжал петь. Продолжал ждать. Я ждал и пел о его любви, пока не получал ответа. Бывало, что ответ приходил не сразу, не в этот же момент. В таком случае я весь день пел о его любви. Возьмите пример с птиц, и пусть дьявол знает, что бы ни случилось, я не буду волноваться об очевидном. Ведь очевидно, что Бог любит меня. Он восполнит все мои нужды. Найдет выход в безвыходной ситуации. Он извлечет меня из глубокого рва и поставит ноги мои на камни. Он даст мне новую песню. Не поддавайтесь волнениям. Он пролил за вас кровь. Не поддавайтесь волнениям. Он не пожалел ради вас своего сына. Не поддавайтесь волнениям. Видим многочисленные свидетельства Божьей любви к вам. Он сделал вас праведностью Божьей. Поэтому вместо того, чтобы волноваться, скажите «нет». Я доверяю Богу. Я не знаю, как, когда и откуда придет ответ, но я знаю, что Он придет. Завтра утром подойдите к окну. Найдите птицу и посмотрите, как она будет. Ты что-нибудь видишь? Нет. Я ничего не вижу. Не знаю, что мы будем есть. О, Иисус! Они поют не из страха. Они поют, видя, как Бог заботится о них. Сравнивая нас с птицами, Бог говорит, что мы намного дороже. Вы намного дороже. Повернись к соседу и скажи «свершилось». Что свершилось? Все, в чем вы когда-либо будете нуждаться, свершилось. Вы должны понять принцип действия Божьей завершенной работы. Почему Бог не сотворил Адама в первый день творения? Он бы утонул. Также на второй день. Посмотрите, что творилось на второй день. Все ходило ходуном. Он мог погибнуть. Он бы только мешал. Еще не все было готово. Бог сначала все подготовил. И к концу шестого дня, накануне седьмого, Бог создал человека. Почему? Потому что все было готово. Написано, что Бог решил отдохнуть, но не потому, что Он устал, а потому, что Он закончил. И Он сотворил человека, когда все было готово. Все, что Ему нужно было, было готово. Вы меня слышите? Все было готово. То же самое случилось с новым творением. Когда вы получили новое рождение, и Бог поместил в вас свой дух, в этот момент Он приготовил вам все необходимое для жизни и благочестия. Итак, послушайте. Вы были исцелены не тогда, когда вам поставили диагноз. Вы были исцелены в две тысячи лет назад. Когда ваше исцеление было подготовлено, оно было подготовлено. Бог восполнил ваши нужды не тогда, когда у вас закончились деньги. Бог восполнил ваши нужды две тысячи лет назад. Бог предвидел все, в чем мы будем нуждаться, любое решение, которое мы примем. Он предвидел каждый наш шаг. Слава Богу. И заранее приготовил все необходимое. Почему? Потому что Он любит нас. И все предусмотрел. Свершилось. Слава Богу. Получите откровение о завершенной работе Иисуса Христа и будьте уверены, что Его любовь вечно. Я счастлив. Я счастлив. Это завершенная работа, друзья. Бог знал вас. Бог позаботился о вас. Все готово. Мы должны успокоиться внутренне, прежде чем о чем-то попросить. И вспомнить, что это уже совершено. Все, что нам нужно, войти в покой. Это совершено. Это свершилось. Все, что от меня требуется, успокоиться и принять это. Я буду петь, как птицы. Я буду петь о Его любви и милости. Слава Богу. Почему? Он любит меня. Он любит меня. И приходит мир. И приходит свобода. Чувство вины уходит. Потому что я знаю, я Его возлюбленный. Трудно остановить того, кто знает, что Он Божий возлюбленный. И я верю, что сегодня вы можете с уверенностью сказать, «Я Божий возлюбленный». Аминь. Итак. Когда мы читаем Галатам 5.6, где говорится о вере, действующей любовью, создается впечатление, что чем больше я люблю людей, тем эффективнее будет моя вера. Нет, моя вера приходит в действие, когда я понимаю, как сильно Бог любит меня. Моя вера приходит в действие, когда я понимаю, как сильно Бог любит меня. Моя вера приходит в действие, когда я понимаю, как сильно Бог любит меня. Не важно, что я чувствую. Я веду себя, как человек, которого любит Бог. Не важно, как я себя чувствую. Я веду себя так, как человек, которого любит Бог. Я заставлю себя поверить в это. Не важно, как я себя чувствую. Я веду себя, как человек, которого любит Бог. Ваше самочувствие не должно ничего менять. Если вас спросят, как вы себя чувствуете, какая разница, почему вы спрашиваете. Я не движим тем, что чувствую. Я не движим тем, что чувствую. и тем, что вижу. Мною движет написанное Божье Слово. В Библии сказано, что Он любит меня, даже если вам кажется, что Он меня не любит. И не важно, как я себя чувствую. Аминь. Давайте откроем 1 Иоанна, 4 главу. 1 Иоанна, 4 глава. Вы извлекли что-нибудь для себя? Девятый стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление, в жертву за грехи наши. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Вы меня слышите? Вчера мы говорили о том, как Бог указал на невозможность любить Его всем сердцем, всей душой, всем разумом, изо всех сил, но Бог излил Свою благодать. 1 Иоанна, 4, 19. И сказал, что мы полюбили Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мне кажется, что я уже говорил это вчера. Если мы сосредоточимся на Божьей любви к нам, мы станем неуязвимыми, а если мы сосредоточимся на том, как мы любим Бога, мы станем уязвимы. Вы меня слышите? 1 Иоанна, 4, 18. Посмотрите. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Я знаю, что Божья любовь ко мне совершенна. И когда я принимаю Его любовь ко мне, я принимаю Его совершенную любовь, и я могу любить вас такой же любовью. Я стану любить вас лучше, я стану любить Бога лучше, потому что Он прежде возлюбил меня. Написано, что совершенна любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Друзья, Его совершенна любовь. Мысли об этом приносят свободу, заставляя бесов убираться во своясье. Его совершенна любовь изгоняет страх. Страх отвержения. Страх нищеты. Страх перед будущим. Страх перед старостью. Страх одиночества. Страх не встретить спутника жизни. Божья любовь изгоняет всякий страх. Страх — это следствие неверия в Божью любовь к вам. Вы можете освободиться от страха. В следующий раз, когда в сердце закрадывается страх, скажите, «Я знаю, что Бог любит меня», и Он отступит. Ему не за что зацепиться. Один человек рассказал мне замечательную историю об одном миссионере. Я забыл, где именно она произошла. Этот миссионер в прошлом был психологом, терапевтом. Мне это особенно близко, потому что я также когда-то был терапевтом. Он рассказал, что хотел подзаработать. Он обратился в психиатрическую клинику и заполнил анкету совместителя. Он думал, что ему поручат заниматься бумажной рутиной, а попал в отделение для самых тяжелых больных, где содержались безнадежные пациенты, у которых не было шансов. Будучи верующим, он прежде всего помолился и спросил у Бога, как быть в этой ситуации. Бог дал ему весьма любопытные рекомендации. Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты каждый день приходил к ним и пел. Иисус любит меня». Представляете? Услушать такое? Ну и ну. Хорошо. Первый же день Он пришел в палату к этим тяжело больным людям и запел, «Любит мой Иисус меня. Это твердо знаю я». Прошло два дня. Ничего не происходит. Бог меня любит. Еще два. Ничего. Он меня любит. Когда на следующий день Он продолжил это делать, Он заметил, что к Нему присоединилась чернокожая женщина. Бог меня любит. Через день к Ним присоединилась еще пара человек. Бог меня любит. Он меня любит. Через неделю их ряды снова пополнились. «Да, Бог любит меня». «Да, Иисус любит меня». Еще пополнение в рядах. «Он меня любит». Прошло три с половиной месяца. Девяносто восемь процентов больных выздоровели. Их выписали. Два процента. Эти люди были прооперированы и готовились к выписке. Что произошло? Они пришли к осознанию того, как сильно Бог любит их, и освободились от того, что мучило их все эти годы. Чаще всего в основе этого лежал страх. И тут я понял, что мне не следует быть слишком умным, дабы не пропустить эффект от этого простого послания. Послание о том, что Иисус любит меня. И я ухватился за это, когда приходят счета. «Да, Иисус любит меня». Не знаю, чем я буду платить, но «Да, Иисус любит меня». Это твердо знаю я. Вы получили результаты обследований. «Да, Иисус любит меня». «Это твердо знаю я». Вам нужно погасить кредит. «Да, Иисус любит меня». «Это твердо знаю я». С детьми что-то не то. Да, Иисус любит меня. Это твердо знаю я. Проблемы в браке? Да, Иисус любит меня. Это твердо знаю я. У вас хотят отобрать машину? Да, Иисус любит меня. Это твердо знаю я. У вас не хватает денег заплатить за квартиру? Да, Иисус любит меня. Да, Иисус меня любит. Это написано в Библии. Любит мой Иисус меня. Это твердо знаю я. Он детей к себе зовет. И на руки их берет. Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня. Да, Иисус любит меня. Это говорит Библия. Получите откровение об этом. Получите откровение об этом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ